Это перекресток улицы Лешера-Наваи с улицей Фуркат в районе Цирка. Если мы посмотрим на старые кадры, мы увидим, что здесь было очень много полос для движения, которые иногда появлялись буквально из ниоткуда и пропадали через несколько сот метров. Но главное, что здесь не было наземных пешеходных переходов, а автомобилисты могли поворачивать только направо. Но сегодня здесь совсем другая картина, совсем другая схема организации движения. Давайте я расскажу вам о ней чуть подробнее. Когда мы работали над улицей Наваи и перекрестками, мы ориентировались, во-первых, на существующие транспортные потоки. То есть для этого Кайкмиат посчитал, сколько машин проезжает в час. И плюс закладывали потенциальное увеличение количества машин. И тут многих, наверное, может смущать, что ведь в некоторых местах количество полос стало меньше. Как же тогда можно заложить рост автомобилизации? На самом деле сужение продольной части улицы, что на один или на два ряда стало меньше, не столь существенно. Потому что пропускная способность улицы определяется перекрестками. Это самое слабое звено. И вот как раз около перекрестков очень часто мы увеличивали количество полос, просто за счет того, что играли немного с формами. То есть если раньше было по четыре полосы в каждую сторону, но при этом по одной или две полосы уходило на поворот, то мы за счет небольшого смещения как раз делали дополнительные полосы там, где это нужно. И за счет этого пропускная способность даже увеличилась. И в том числе благодаря этому у нас получилось в некоторых местах открытие повороты, которых раньше не существовало. Это уменьшает перепробег и снижает нагрузку на уличную дорожную сеть в целом. Потому что если раньше вам нужно было для поворота проехать на 500 метров дальше или на километр даже дальше, то сейчас вы можете повернуть вот просто здесь и сейчас. И за счет этого мы в том числе разгружаем некоторые участки улицы, которые раньше были загружены таким вот блуждающим трафиком. Еще одно важное изменение, что стало много островков безопасности. Вот я как раз на одном из таких стою, и он разделяет потоки, делает движение пешеходов более безопасным и помогает, как ни странно, повышать эффективность перекрестка для автомобилей. Например, вот этот вот островок безопасности, он появился за счет того, что он прикрывает вот тот выезд. То есть, когда вы едете в ряду на поворот, вы не можете проехать по нему прямо, вам просто будет мешать островок безопасности. И чтобы это не было просто голым куском асфальта, который особо не используется, здесь появился как раз этот островок, который, повторюсь, служит для того, чтобы эффективнее регулировать потоки, чтобы обезопасить пешеходов. И кроме того, в некоторых местах получилось высадить растения. Это, во-первых, повышает заметность перекрестка, успокаивая движение. Кроме того, это снижает нагрузку на ливневую канализацию, потому что если вдруг упадает много дождя, то вода может через вот такие открытые участки уходить в грунт, тем самым снижая нагрузку на арыки и ливневую систему. Здесь вообще очень сильно поменялся дизайн. Мы вот в работе со всеми этими пространствами закладывали, что вот через дизайн, через островки безопасности, через направление полос, что все это должно подсказывать водителю, как и куда ему стоит ехать. Да, для многих это оказалось сложнее, чем, возможно, к чему они привыкли. Здесь, возможно, не хватает некоторой навигации, системы движения. И плюс здесь есть еще вопрос к культуре вождения. Например, вот здесь вот левый поворот мы отнесли за островки безопасности, чтобы эффективнее их разделить. И это, возможно, немного дизайнирует с тем, к чему обычно привыкли жители. Потому что чаще всего на таких вот поворотах можно было разворачиваться. Сейчас здесь этого сделать нельзя. Но при этом сам разворот, он сохранился. Он просто оказался чуть дальше. То есть здесь нужно немного времени, то есть буквально несколько месяцев, чтобы все просто привыкли к новой схеме организации дорожного движения. И чтобы водители почаще смотрели на знаки. Тогда процент, мне кажется, нарушений или когда человек просто не понимает, как ему здесь действовать, вот процент таких людей, он сократится. И развязка будет работать более эффективно, так как она и была задумана. Вообще, когда мы работали над проектами, то делали улучшение не только для автомобилистов, но я имею в виду открытие каких-то новых поворотов или увеличение профессиональной способности. Мы также держали в голове и старались сделать лучше для пешеходов и общественного транспорта. Например, на перекрестке около Цирка и на Чурцу появились наземные пешеходные переходы, которые дублируют подземные. Это сделано для того, чтобы каждый человек мог спокойно перейти улицу, чтобы создать абсолютно безбарьерную среду. Кроме того, во многих этих местах люди и так перебегали, но делали это с опасностью для своей жизни и неожиданно появлялись на проезжей части для автомобилистов. А сейчас у них есть для этого все условия. Или же, если говорить про общественный транспорт, то на перекрестке около Цирка мы заложили выезд для автобусов, который здесь появится, когда будет пересмотрена маршрутная сеть. Потому что около Чурцу, около станции метро, будет большой транспортный пересадочный узел по планам. И чтобы автобусы не делали лишние круги, мы сделали им прямой выезд оттуда на Новои. Он временно пока что закрыт столбиками, потому что некоторые автомобилисты считали, что это проезд для них. Но чтобы потом не было ни для кого шока очередное изменение схемы, мы их закрыли, чтобы не вводить водителей в заблуждение. Поэтому да, в некоторых местах вот появились вот такие столбики и листят временные знаки. Просьба не удивляться им, потому что работы еще не закончены. И некоторые решения будут открываться постепенно, исходя из транспортных изменений в городе. Пока что на Новои закончены не все работы, потому что будет новый асфальт с новой разметкой, которая будет подсказывать водителям, как им лучше ехать. Также будут новые светофоры. Пока что здесь стоят только временные. Кроме того, на некоторых примыкающих улицах мы тоже немного изменили схему движения. Например, вот эта односторонняя улица в перспективе стояний двусторонний. И поэтому здесь вы можете увидеть островки безопасности, которые рассчитаны на то, что здесь двустороннее движение. И, кроме того, здесь уже установлены светофоры. Да, они пока что ни к чему не призывают, не регулируют, но когда там будет закончен съезд и здесь будет двустороннее движение, то автомобилисты смогут попадать в нужное место по самой короткой траектории, опять же, не создавая перепробеги и не нагружая другие участки улицы. Сегодня на многих перекрестках Ташкента есть специальный знак, который разрешает автомобилистам поворачивать направо даже на красный сигнал светофора. Далеко не всегда это безопасная практика. Потому что есть такой показатель, как треугольник видимости. То есть водитель должен вовремя увидеть выходящего человека и успеть затормозить. А если, например, там стоит пробка и водитель слева не видит выходящих людей, то это может скончиться трагедией. И чтобы предотвратить во всех местах, где больше одной полосы движения, мы сделали переход и проезд направо по светофору. Там, где это можно было сделать безопасно и где это не вызовет транспортных проблем, мы оставили одну полосу, вот как здесь. И в том числе сделали от срока безопасности. То есть в таком виде водитель всегда вовремя сможет увидеть выходящего человека. И здесь переход без светофора это безопасное решение. Действует обычное правило дорожного движения, что пропусти выходящих людей и спокойно поворачивай. Продолжение следует...